Ангарчане отпраздновали День Победы. В торжествах приняли участие несколько тысяч горожан. Фронтовые реликвии хранятся во многих семьях и через десятилетия связывают поколения. Бессмертный полк с портретами героев войны. 9 мая выходят жители городов и маленьких деревень. Мне здесь нравится особая атмосфера общения и дружбы между участниками. Многонациональное творчество. В Саватеевке открылся фестиваль деревянных скульптур Лукоморья. Я приветствую зрителей телеканала «Актис» в эфире программа «Местное время» с событиями минувших выходных и первого рабочего дня. Вас познакомлю я, Наталья Зарубина. 9 мая ангарчане отпраздновали 72-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. На площади собрались тысячи горожан. Чтобы занять удобные места, люди стали прибывать в центр за несколько часов до начала торжественного парада. Самые яркие моменты праздника в репортаже наших корреспондентов. Главных героев торжества – ветеранов Великой Отечественной войны, блокадников и тружеников тыла. 9 мая на празднование Дня Победы доставляли ангарские волонтеры. Одни привозили фронтовиков на личных автомобилях, другие сопровождали пожилых людей до мест на трибунах. Сегодня наши волонтеры как раз помогают ветеранам присаживаться на трибуны, помогают им в других вопросах, связанных с трансфером, к примеру. Сопровождают их от дворца ветерана на площадь, где будет проходить само действие. Торжественным маршем по городской площади прошли сотрудники действующих силовых ведомств – полиции, ОМОН и МЧС, ГУФСИН и военнослужащие. Вслед за ними чеканья шаг с гордо поднятыми головами шли ученики профильных классов ангарских школ. С поздравлениями в честь 72-й годовщины Победы горожанам обратились мэр округа и председатель ветеранской организации. Триумфальный май 45-го года навсегда останется в нашей памяти, как и мужество, неизгибаемая стойкость поколения победителей, поколения, подарившего нам радость мирной жизни. Поздравляю вас с Днём Победы, с Днём Славы нашего народа, сломившего нацизм. Мы всегда будем помнить, что наш солдат отстоял и защитил независимость своей Родины. Свои поздравления в виде творческих номеров подготовили и юные ангарчане. Под звуки до боли знакомой фронтовикам мелодии они закружились в трогательном вальсе. Под впечатлениями остались и зрители. Всё, всё, всё нравится. И люди, и военные действия, и вообще шоу. Вообще просто всё. Даже китель с историей прадеда китель, поэтому чтим традиции, помним. По праву празднование Дня Победы ежегодно становится для ангарчан самым масштабным и ярким торжеством. Мария Константинова, Наталья Никифорова, Антон Бархатов. Местное время. Реальные истории, реальные фото, живая память. С 2012 года в России и уже по всему миру проходит акция «Бессмертный полк», в которой в этом году приняли участие более 70 стран. Ни один российский город, в том числе и Ангарск, не остался в стороне. Свои колонны формируют деревни и сёла. О крупном шествии, которое стало неотъемлемой частью традиционного Парада Победы, расскажет Ольга Атюбрина. 26 миллионов жизней унесла Великая Отечественная война. Вспомним. Памятная акция «Бессмертный полк» стала такой же неотъемлемой частью торжественного Парада, как и минута молчания. Но сам эффект от всеобщей тишины в короткий промежуток времени не идет в сравнение с масштабом движения огромной массы людей с портретами близких. В Ангарске число участников приблизилось к цифре 8 тысяч человек. В столице это число перевалило за 750 тысяч. Фронтовые реликвии хранятся во многих семьях и через десятилетия связывают поколения ныне живущих с теми родными и близкими людьми, кто в их памяти остались навечно молодыми героями-победителями. Особый трепет в душе и ожидание потрясающего чувства сопричастности к великому подвигу наших с вами соотечественников вызывает шествие «Бессмертного полка». У каждого идущего в колонии своя реальная история. И здесь это у нас дед мой Борубов Аполлон Алексеевич погиб под Новогородом у села Залучье 20 февраля 43 года. В 1114 году мы нашли только его братскую могилу. Туда съездили, там побывали и именно установили как раз вот памятник в честь его. Необыкновенное чувство единства, общего горя и радости победы, казалось, коснулось и объединило всех, кто пришел отдать дань памяти павшим на полях сражений. Тем более, в этом году никакой заявки для участия в акции «Бессмертный полк» подавать не требовалось. Фотографий участника Великой Отечественной было уже достаточно, чтобы пройти с ней в колонии. Дмитрий Александрович Иванович был танкистом, потом в 1945 году был помощник комбината, Берлина был. В «Бессмертном полку» теперь принимают участие не только крупные города, но и их отдаленные районы, поселки и села. В Ольдинске акции о памяти проходят второй год. В прошлом году с инициативой присоединиться к «Бессмертному полку» выступила местная школа. И в колонии с фото своих дедов и прадедов шли только дети. Да здравствуй, «Бессмертный полк! Ура!» Но в этом году мы уже обратились к жителям села, и все нас поддержали, потому что эта война затронула каждую семью. Из Одинска ушло на фронт около ста человек, вернулось около тридцати, поэтому в каждой семье кто-то погиб в этой войне, отцы, братья. Сегодня в Одинске не осталось ни одного ветерана-участника войны. Последний не дожил до празднования победы лишь несколько дней. Из свидетелей военных лет в селе живут всего девять человек, тех, кто ковал победу в тылу. «Бессмертный полк» пополняют новые имена и фотографии. Людей, которые не умирают, а лишь живыми быть перестают. И навсегда остаются в памяти. Ольга Атюбрина, Дмитрий Новопашин, Антон Бархатов, Наталья Кифрова. Местное время. 40 юных ангарчан получили самый важный документ в своей жизни в канун главного праздника страны. 14-летним девчонкам и ребятам не просто торжественно вручили паспорта, а приложили к ним эксклюзивные обложки и георгиевские ленточки в честь Дня Победы. Например, Анастасия Щукина довольна получением документа, потому что теперь она сможет подрабатывать летом. Церемонию вручения на память снимал папа девочки. Немного волнительно то, что я получила паспорт, стала взрослее. У меня есть много новых возможностей. Это не просто день получения какого-то документа, это получение паспорта, также значимо, как рождение, как поступление в школу, поступление в институт, также и получение паспорта. Мы хотели, чтобы ребенок запомнил этот день надолго. Она стала взрослее, это новый этап в ее жизни. Потом будет 18 лет, когда она будет иметь полные права и будет голосовать. И решать судьбу нашей страны. Ребят поздравили первые лица города. Для получателей паспортов и их родителей прозвучали патриотические песни в исполнении сотрудниц музея. К другим темам. В пятницу на улице Алешина произошло смертельное ДТП. Водитель Тойоты Виста, двигая в сторону Ангарского проспекта, и допустил столкновение с Тойотой Ипсум, которая ехала в попутном направлении и поворачивала налево. В результате Висту вынесла на тротуар, где машина сбила велосипедиста, а затем врезалась в здание. Пассажир 1990 года рождения скончался на месте. Водитель доставлен в БСМП в тяжелом состоянии. Велосипедист также получил травмы. По словам очевидцев, молодые люди, ехавшие в иномарке, работают в автомастерской и взяли эту машину там же, чтобы прокатиться по городу. Днем ранее в другом ДТП погиб пешеход. На перекрестке Ленинградский проспект и улице Космонавтов произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода. Водитель автомобиля Nissan X-Trail допустил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП мужчина полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. Еще две аварии устроили автоледи. 8 мая напротив магазина «Олимпиада» Toyota столкнулась с трамваем. А в микрорайоне Северный автомобиль с девушкой за рулем в результате ДТП перевернулся. Стоит отметить, что дорожных аварий могло быть и больше. За минувшие выходные в Ангарске инспекторы задержали более 30 водителей, которые находились в состоянии опьянения. Следственный комитет завершил расследование по уголовному делу в отношении 33 осужденных Ангарской воспитательной колонии. В марте 2015 года заключенные разгромили и подожгли здание исправительного учреждения. Вооружившись обрезками труб и палками, они избили сокамерников и сотрудников заведения. Как позже сообщили участники беспорядков, причиной бунта стало недовольство условиями содержания. Условия содержания обвиняемых были более чем хорошие. У них было в пользовании игровые приставки Sony Playstation, телевизоры различные в диагонали, бильярд, настольный теннис, также игровые комнаты. В Вскорский областной суд направлено уголовное дело в отношении 33 обвиняемых в совершении указанных преступлений. Им грозит наказание до 12 лет лишения свободы. Заключенные бунтовали в течение 4 часов. После задержания их отправили в следственный изолятор. Дело насчитывает 100 томов, а ущерб колонии – более миллиона рублей. Две воспитанницы ангарских школ искусств получат стипендии губернатора области. Денежное вознаграждение в размере 24 тысяч рублей выплачивается талантливым ребятам за достижения в области науки и искусства. Наша съемочная группа побывала на занятиях и лично убедилась в правильном выборе жюри. Композиция «Пообещайте мне любовь» Евгения Крылатова – одна из любимых в репертуаре Ассоль Хайрзамановой. Девочка седьмой год занимается в третьей школе искусств по классу скрипки. Юная ангарчанка не только играет, но и сама сочиняет музыку. За последние три года она является победителем, как солистка, так и в составе коллектива «Скрепачи и капричи». Стала победительство более 32 конкурсов. Но победы ее значимы не только как солистки, но и как учащиеся класса композиции. Одна из побед – это 15-й год, 21-й международный конкурс юных композиторов в городе Новосибирске. Она обладатель первой премии. Друзья называют Ассоль лучиком добра, нежным и очень скромным человеком. Узнав о том, что стала обладателем стипендии губернатора, девочка в первую очередь поблагодарила их и своего педагога. Ассоль, конечно, довольно трудолюбивая и очень много она переживает, пропуская через душу. То есть играет она не как в классическом стиле, а все у нее более с душой, более романтично. И именно такие более романтичные пьесы лучше удаются. Пять раз в неделю посещают уроки вокала ученица второй школы искусств Алина Суслова. За плечами успешное выступление на конкурсе «Новая волна» и в телевизионном проекте «Голос». Девочка переступила порог школы пять лет назад с большим желанием научиться играть на гитаре. Но через некоторое время поняла, что самый сильный инструмент – это ее голос. В этом году повторная ее победа в этом конкурсе. Но она абсолютно обусловлена теми ее достижениями, которые она имеет. Вы знаете, у нее количество дипломов зашкаливает за сто. Причем они все, как правило, гран-при. Либо первой степени лауреатства она имеет, но второй степени – в крайнем случае. Куда потратить полученную награду Алина еще не решила, но точно знает, что деньги пойдут на дальнейшее развитие ее таланта. Ведь всю свою будущую жизнь одаренная ангарчанка планирует связать с музыкой. Это определенно не останется как хобби. Это уже со мной всю мою жизнь, и я думаю, связать жизнь с музыкой. То есть, возможно, поступить в какое-то музыкальное училище дальше, потом, возможно, выбраться на эстраду. То есть, хотелось бы все-таки стать немного популярной. Но я думаю, да, что это определенно не станет просто хобби. Это будет, это уже есть вся моя жизнь. Наталья Зарубина, Дмитрий Новопашин. Местное время. Народные песни, запах свежей древесины и поздравления на всех языках мира. Сегодня в Саватеевке открылся седьмой по счету фестиваль деревянных скульптур Лукоморья. Какие задания приготовили организаторы конкурса и чем планируют удивить участники? Посмотрим в сюжете далее. Рады мы вас видеть, дорогие наши, русское спасибо, папа, отец застажит. На земле северской вы вас величают, доброго здоровья от души желают. Хлебом с солью да народными песнями встречали в этом году гостей и зрителей фестиваля деревянных скульптур Лукоморья-2017. Мероприятие областного уровня за семь лет приобрело международный формат. На этот раз в списках участников 32 команды из 11 стран мира. И это совсем не ближнее зарубежье. Покорять суровую Сибирь приехали умельцы из Швейцарии, Аргентины, Бразилии, Японии и даже Индонезии. Заслуга, собственно говоря, самих же скульпторов популяризации нашего Лукоморья. И сейчас, если раньше мы оплачивали дорогу практически 100% скульпторов, на сегодняшний день скульпторы, например, из Бразилии, Аргентины приехали за свой счет. Поскольку им интересно побывать, посмотреть высокий уровень работы других скульпторов и к себе в портфолио где-то занести запись, что они были в Лукоморье, а еще лучше, если они победили в Лукоморье. Это престижно становится. После торжественной части и традиционной жеребьевки скульпторы идут осматривать предстоящий фронт работ. Это только на первый взгляд все бревна одинаковые. Количество сучков сыграет решающую роль на заключительных этапах работы. Одними из первых заявку на участие отправили двоюродные сестры Орлер из Швейцарии. В руках эскиз будущей работы «Женщина в колесе энергетических потоков». Я была на фестивале в прошлом году и в этот раз решила участвовать не одна, а уже со своей партнершей. Мне здесь нравится особая атмосфера общения и дружбы между участниками. Это лучшая площадка по обмену опытом среди скульпторов всего мира. В этом году темой фестиваля «Выбрана надежда». Судя по разнообразию присланных эскизов, в это слово каждый скульптор вкладывает глубоко личные эмоции и переживания. Работать с абстрактными понятиями намного интересней, считает неоднократный победитель «Лукоморья» Иван Зуев. И надеется, что его работы вновь получат признание жюри и любовь зрителей. «Они раскрывают внутреннее состояние человека и мастера, который, допустим, в детстве почерпнул больше духовности или в юности проникся чем-нибудь. То есть, ну и, конечно, внутренняя любовь к жизни, к природе, к людям. То есть, это все можно увидеть в работах. Есть работы такие, очень закрытые, и мастер, он сам по себе такой. То есть, его сложно прочитать. А есть работы очень позитивные, романтичные, то есть, люди к ним бегут и смотрят, и наслаждаются». В этом году часть фигур «Лукоморья» расположится вдоль Байкальского тракта. 16 мая возле музея Тальцы откроется второй в области – парк деревянных скульптур. А это значит, полюбоваться работами ремесленников со всего мира сможет еще больше любителей природной красоты. Наталья Зарубин, Антон Бархатов. Местное время. И на сегодня это все. Хороших вам новостей. Продолжение следует...